В июле Зеленогайский дом ребенка принял 40 малышей, эвакуированных из Краматорска и Луганска. Самому младшему 11 месяцев, старшему почти 4 годика. У меня в группе в основном все детки спокойные, никто не капризничает, никто не нервничает. Кушают хорошо, гуляют хорошо, тихонько, вы видите, все играют со игрушками, любят. Дети на новом месте уже совсем освоились, говорят в доме ребенка. В первые дни их обследовали, у многих не было медицинских документов. Чтобы обеспечить новым воспитанникам полноценный уход, в учреждении увеличили штат воспитателей и медсестер. Помогают и благотворители, ежедневно поступают звонки от неравнодушных жителей области. Идет от сердца, от души действительно большой поток помощи. Это питание, это стройматериалы, это бытовая химия. В денежном эквиваленте за 5 дней августа нам оказали помощь на 36 тысяч. Я считаю, это очень много. Сегодня в доме ребенка необычные гости. Малышей приехали навестить бойцы батальона «Киев-1». В подарок привезли игрушки. Все складывай, все детальки туда складывай, чтобы они не рассыпались. Едва ли не больше, чем подарком, малыши радуются вниманию. От общения с ними не сдерживают улыбок и бойцы, прошедшие АТО. Детки как детки. Жаль, конечно, что ситуация такая. Но вот эти секунды радости у нас, они дорогого стоят. Но это же наши детки, я же правильно сказал. Батальон «Киев-1» освобождал Славянск, Краматорск, Николаевку. Сейчас бойцы вновь едут в Донецкую область. Перед поездкой в зону АТО для малышей собрали 20 тысяч гривен. Им нужна, допустим, отопительная система. Мы поговорили с директором детского дома. Он сказал, что у нас нет отопительной системы. Мы с ребятами собрались, скинулись зарплату, перечислили денежку, заехали. Где такое видеть? Привезти игрушки. Ну и дальше на фронт, на войну. Сперва добровольцы будут патрулировать Славянск. Но уже в ближайшие дни, предполагают, их могут отправить на передовую. Уверяют, за будущее этих детей готовы сражаться до конца. Дух бойцов, я думаю, на все 100% поднят. Они понимают, что мы идем к победе. И другого варианта у нас быть не может. Потому что это наша земля, это наша страна, и мы никому не позволим творить на ней эти обещанства, которые сейчас творят террористы. Виктория Таряник, Анастасия Горелкина, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».